20 лет, елки-палки, ребята, ну вот красота же, а? Добро пожаловать в наш мир! Вообще, снимать кино, это выращивать дерево. Ты вообще не знаешь, как ему это дерево вырасти. Твоя цель просто поливать, чтобы это дерево не умерло, и просто о нем заботиться. А дальше как оно будет развиваться? Потому что каждая сцена, каждая смена, каждый день это подвиг, потому что все может идти вообще не так. Но когда ты работаешь с живыми людьми, с командой, твоя цель следить, смотреть, как этот процесс развивается, не навредить ему, и все, что лучшее, поддерживать. И многое в нашем проекте рождено не мной, рождено артистами, рождено сценаристами, художниками. И каждый раз ты не понимаешь, из какого ссора вырастали эти стихи. На нашем проекте была действительно какая-то очень волшебная атмосфера, очень творческая, дружеская. Это действительно была какая-то банда, команда людей, которым казалось тогда, что они делали что-то важное, интересное, и как-то у нас прям, ну, все это было на кураже. Что, киношка про нас, что ли, будет? Посмотрим. Мы это делали со страстью. Вот у этого сериала точно есть страсть, и любовь, и нам хотелось что-то такое хорошее сделать. Вы понимаете, что речь идет о моей дочери? Я вас отстранил. Вы только мешаете. Зачем вы вообще приехали? Я помочь. Всем привет, меня зовут Данил Чащин, я режиссер всех серий сериала «Райт Центр», и сегодня я вам расскажу, как мы готовились к этому проекту, как мы его снимали, про свои одни из любимых сцен, про то, как я работала с артистами, про пришуты, про раскадровки, и чем отличается работа режиссера в театре от работы режиссера в кино. А вообще этот сценарий ко мне попал достаточно магическим образом. Это был мой день рождения. Иван Самохвалов 4 января ночью написал мне сообщение. «Даня, любишь ли ты Фарга, как люблю его я?» Я сказал, что очень люблю. Я думал, что у меня поздравлять сейчас будет. А он мне скинул, вот, почитай, вот такой вот сериал есть, возможно, он тебя заинтересует. А знаете, когда день рождения, у тебя много сообщений, они прямо накапливаются, их надо часа два-три, чтобы всем ответить. Я вообще планировал этим заниматься. Я прочитал первую серию, понял, что я сегодня ночью не усну, потому что меня захватила первая серия, я отложил все свои дела, которые я планировал делать в свой день рождения. В ночи прочитал этот сценарий, сразу в него влюбился. Ира Певарова, мне кажется, написала крутую историю, что редкость вообще сейчас, на самом деле, для киноиндустрии, когда все восемь серий сразу же написаны. Они были написаны все, восемь серий, одним человеком. После этого на следующий день мы начали подготовку. Так все быстро произошло. Ты понимаешь, что сейчас в руках держишь? Я очень хорошо понимаю. Я держу в своих руках свое будущее и будущее своего сына. Расскажу про то, когда я начал читать сценарий, я понял, что необходимо и очень важно сделать репетиции с артистами. Действительно, все сцены мы прорепетировали до начала съемок. И благо Ира была с нами, мы прям дописывали, переписывали. Много шуток родилось во время этих репетиций, нюансов. Что-то мы сократили, купировали, потому что текст – это не то, что читается глазами, это то, что играет с этилами. Жанр этого сериала – это отдельная тема для разговора. В этом есть и триллер, в этом есть и драма, в этом есть и комедия, в этом есть вообще какая-то дикая дичь и трэш, и в то же время там есть трагедия. Важно было как-то это сочетать. Наша цель с артистами было все равно держать вот этот вот образ, когда ты играешь с отстранением. То есть есть персонаж, а есть персона. И вот эта персона играет персонаж. Мне, как театральному режиссеру, это было интересно попробовать, как это перенести в кино, насколько это не будет ощетиниваться. И опять же, не уйти в фарс, не уйти в комиковании, не уйти в какой-то, ну, совсем такой, каламбур какой-то. И вот «Фарга» был одним из примеров, референсов, как там существуют артисты, как существуют артисты у Макдона, как они держат эту вот дистанцию. Ну, конкретно сцена с «Асмусом» и «Чебутрем» на мосту – это прям парафраз, иллюзия стопроцентная. Настя, уже Леоне, хороший, плохой, злой. На случай, если у Леоне они кладут руку на кобуру, то у нас героиня берет туфли, как пистолеты. Но в случае Леоне он для того, чтобы выстрелить, в нашем случае, чтобы убежать. Но мы хотели такой вот тоже монтаж, такой рваный, крупно она, крупно он. И там много таких аллюзий, и там, и Тарантино упомянутые, когда героиня кладет ноги на панель автомобиля. Это «Однажды в Голливуде». Вестерн – это, конечно же, настроение нашего сериала. В нашем случае, это скорее истерн. Но это то, что нам показалось, этому сериалу идет, потому что такая история про какой-то маленький городок, там есть перестрелки, там есть крутые ребята. И музыка вся, которая была написана к сериалу, она дает этим вестернам, это гитарка. То есть много вариантов было монтажа. И когда появился вот этот вот вестернный саунд, нам показалось, что тут как бы складывается. Советую не терять время. Хотелось, чтобы это было иронично. Вот какое-то ироничное повествование нам важно было и дорого. Ой, а что за фигня? Формалейский метеорит. Один из референсов нашего метеорита был фильм «Криминальные чтивы», когда у них МакГафиан, этот чемодан, который светился, у нас тоже был метеорит, который светится. Причем это тоже и было два. Один был, который не светился, который можно было кидать, перекидывать, а второй был с проводами, который светился. Есть часть, где мы используем реальный свет. Там провода, они прячутся в руку, и он светится. А есть часть, когда мы используем без проводов. Это уже с компьютерной графикой, мы его давали под цвет. Вообще первое название проекта – «Вармалий». Рабочее название. Это реально существующая деревня под Нижним Новгородом. Вармалий получился собирательным, потому что это не один городок, это несколько городов. Мы искали объекты, то есть где-то хороший мост, где-то хорошие дома, где-то хороший заброшенный завод. Тоже такая собирательная история. Но это все, когда у нас работал локейшн-менеджер, мы делали много экспедиций, мы приезжали, смотрели. Очень много объектов мы переделывали, перекрашивали. И хотелось показать, как жизнь с 20 лет меняется, или как она не меняется. Где-то мы принципиально хотели показать, как жизнь остановилась, как все замерло. В общем, такое застывшее время, такая вот какая-то, говорю, сказка про Зазеркалье, когда ты приезжаешь, и вроде бы все поменялось, но ничего не поменялось. В этом году я буду принимать участие в думских выборах. Да, 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 20 лет. 20 лет здесь ничего не делалось. Вообще райцентр это чем-то напоминает сказку, потому что все такое действительно мистическое, странное, и в то же время в этом есть свое обаяние. И все наши герои, это на самом деле дети. Они вроде уже выросли, они стали уже Людмилой Владимировной, Денисом Егоровичем, но на самом деле они остались с Нилкой, Диней. И когда они встречаются вновь, они друг для друга, вот эти самые подростки, которые еще там в школе вписывали, и пытались спрятаться, когда они выпивали. Так, так, а мамка в курсе? Вообще это сериал про плен прошлого, что ты можешь покончить в прошлом, но прошлое с тобой не покончило. Оно тебя догоняет, и они все еще друг перед другом стараются выделываться, доказывать свои амбиции, биться за свой статус. Они хотят быть круче, чем когда-то были в школе. Героям важно завоевать уважение, героям важно получить признание людей. И им кажется, что они смогут это сделать, имея в своих руках Вармалейский метеорит. Но сколько бы ни стоил Вармалейский метеорит, на него не купить любовь близких людей. Вот, наверное, про это мы снимали сериал. Поскольку в сериале два времени, одно происходит в 2014 году, другое происходит в 1994 году, мы с Эдиками, с креативной командой как раз придумали, что мы должны по-разному эти времена снимать. И наша идея остановилась на том, что когда мы будем снимать 1994 год, это будет однокадровая история. Поскольку мы каждый раз возвращаемся в одно и то же событие, но каждый раз прицепляемся к одному из персонажей и видим историю его глазами. Такой ворота Росюмо, да, у Курасавы. Важен именно субъектив. И мы стали одновременно заложниками этого решения, потому что снимать однокадровый оказалось не так просто. Например, первая самая сцена, когда мы снимаем захват автобуса. Мы все собрали, мы начали снимать, когда камень прилетает в окно, нападают, значит, бандиты. Мы начали снимать, сняли первый, значит, дубль. Не супер, давайте делать второй дубль. Тоже там были проблемы. А на третьем дубле сломался автобус. Тут у нас вся смена и остановилась. Он просто не ехал. Это был специальный автобус, который мы находили в 90-х годах, но снимать автобус в 90-х годах, в 2023 году оказалось опрометчиво. Благо у нас на съемках был монтажер Алексей Слепов. То есть вам покажут, что это однокадровая история. На самом деле там два, ну даже где-то три кадра мы еще подснимали. Брали хамакей. И вот такие люди, которые были в автобусе, они так перед камерой проходили. И в это время как раз происходит кат, и происходит следующий дубль. Я относился к этому как чудо. То есть когда смотришь, тебе кажется, действительно какая-то органичная история. Кажется однокадровая. На самом деле там такой вот Франкенштейн у нас получился. Но вот я впервые столкнулся с волшебным миром кино, когда не все идет по плану, и нужно как-то выкручиваться, придумывать и искать какие-то новые ходы. Плюс во время подготовки мы придумали, что переходы из 2014 в 1994 и обратно будут при помощи бесшовных переходов. То есть не хотелось сделать просто наплыв. Бр-бр-бр, и раз, у нас другое время. Большую часть времени, когда мы собирались с Ирой Пивоваровой, мы как раз думали, как нам это сделать, как нам это соединить. Хит. Ох, у меня. Хит. Например, когда молодой Вася включает плеер, Ниня играет наша песня, которая стала песней сериала Витвицкой «Я останусь с тобой». Они слушают эту песню, но когда мы видим обратный кадр, то есть тот же самый плеер, но с другой стороны уже мы видим, что это время прошло аж на 20 лет вперед. «Я останусь с тобой». Одну сцену очень помню хорошо, потому что это почесло, что это магический именно момент съемок, когда героиня Милка общается с героиней Натахой в доме, она стоит за дверью, мы видим день, закрывается дверь, потом дверь открывается, и мы видим уже ночь, и заходит молодая Натаха, идет в комнату, и там уже молодая Милка и Антон. «Чего тебе?» В общем, какое-то сочетание время, главное, когда меняется день и ночь, причем очень так мягко, по свету, то есть мы как-то так поставили быстро специальные приборы, завесили, и сразу раз в течение ночи, она снята не при помощи компьютерной графики, она снята вот прям нашими руками. Я забыл, что я режиссер в этот момент, я как-то отвлекся, я начал смотреть за какой-то историей, которая меня как-то так загипнотизировала. Нет, это настоящая кровь режиссера, которая пили из него вся съемочная команда, просто собирали в баночки. Настоящая, ну это специальная киношная кровь. Да, закупали мы много, костюмов у всех героев было по два, один можно было морать, другой нельзя было морать, потому что, повторюсь, кино снимается с непонятной периодичностью, и там тоже есть свои нюансы. Когда вроде сцены драки, там и любви, что-то не произошло, а мы снимаем уже, как будто была драка, и как там кровь упадет на героя, в какую часть, это тоже была отдельная история. Ну мы как-то импровизировали, ну давай куда-нибудь сюда польем на футболку, а потом, когда мы снимали обратно эту дураку, мы понимаем, что значит кровь должна попасть именно в эти участки, потому что иначе у нас потом не смонтируется. Ну в общем, так вот весело снимать кино, когда ты не знаешь результат, как это получится, а в итоге снимаешь уже дальнейшую сцену. Актер настоящий, причем снимали мы это уже ближе к осени, и вода была холодная, и Ваня Дабандрабов играет эту роль, там у него футболки и шорты, и он играет его в термокостюме, но не сильно она его спасла, Ваня после этого заболел, хотя мы ставили специальный хамам, чтобы он отогревался, и Кристина Асмус, которая тоже ныряет, у нее тоже термокостюм, но ее он не спас. В общем, это такой актерский подвиг, когда актеры, несмотря на то, что была вода холодная, уже, мол, такой не сезон, все-таки опускались в эту воду, каждый раз ныряли, выныривали, не самую чистую воду, честно признаться, но, по-моему, получилось достаточно трушно. Вообще, что еще отдельное, хочется сказать, что солнце было за нас, каждый раз, когда у нас были какие-то натурные сцены, обещал прогноз дождь, причем не просто дождь, а ливень, а там сцена, например, первая с этим автобусом, захватная, там куча массовки, она сложная сцена, если пойдет дождь, все, мы не можем снимать, у нас это не монтируется, и я просто жил в этом, в Яндексе погода, потому что я ждал, когда эта туча идет, я вижу, на нас надвигается туча, мы ничего не снимем, она уже идет, я не знаю каким образом, каким-то чудом, она так, оп, вот так нас обходила и шла дальше, именно наш участок, все кругом в дожде, а именно где мы снимаем, дождь не задевает, и я тогда даже подумал, значит, это все-таки кому-то нужно, значит, нужно, что мы живем не просто так, и не просто так это снимаем, значит, как-то все-таки природа с нами. Сериал Райцентр, в нем есть ностальгия по 90-м, она правда в нем есть, много деталей именно от того времени, вот, и саундтрек, у нас были плейлисты, я просто, ну, там, ехал в метро или в такси, просто слушал их, я вообще такой режиссер, который очень много отходит от музыки, меня, ну, это заводит, это, ну, это моя кухня, то есть я, там, иду в метро, слушаю какую-то музыку и снимаю в голове свой клип, и параллельно я придумываю, что могло бы быть в сериале, но тем не менее мы репетировали так же под 90-е, и когда у нас была встреча выпускного, сцена, мы перед тем, как снимать, чтобы актеры чувствовали этот вайп, это движение, просто включали музыку 90-х, и они танцевали, а главное, мы еще показывали видео, как вообще танцевали в 90-е, нельзя танцевать современно. музыка нас связала с этим сериалом. Игорь Грабузов. Про этого человека могу говорить много, долго и с большим удовольствием. Это мой краш, это краш всей съемочной команды. Долго мы искали Мушина, это был кастинг такой, достаточно предложительный. Мы искали вот этого маньяка, человека, который там всех убивает. Пробовали по Зуму. Я был тогда не в Москве, мы созванивались, а Игорь, кстати, был, по-моему, даже не в России. Вот, но мы когда созвонились, я написал в чате, кажется, мы нашли Мушина, и понимал, что это, наверное, мне не показалось. Когда Игорь начал, он, причем, в жизни достаточно спокойный человек, но когда он начал читать за этого Мушина, ну, была какая-то утропия у меня, потому что это было очень как-то магнетически, это особый дар не моргать. Теми, теми. У-у-у-у-у. Родной, ты мне руки-то развяжи. Что за методы-то, а? Мы где вообще? Метеорит. Тут не только в ситуации моргания, а то, что в Игоря одновременно сочетался и страх, и смех. На него смотреть было одновременно и страшно, и смешно. Это то, что мы искали. Он такая пародия на маньяков. Когда были его смены, все ждали до этого момента, и кто-то даже больше не видел, уже был какой-то сарафан. Там какой-то артист, который играет Мушина, это что-то такое необычное, интересное. И артисты приходили там или на плейбэк, или куда-то на съемки и смотрели, что это за тип вообще такой, что он непредсказуемый. Задача этого героя как раз было быть таком около ноля, но при этом в какой-то активный момент действовать. Вот именно непредсказуемость делала его таким странным, незагадочным. Ну и Игорь артист большого таланта, который может сыграть и трагедию, и потерю отца, и сцена, когда он там плачет. Причем там, знаете, дубль, давайте еще, там фокус, там не получилось, там свет не получился, и каждый раз играет смерть отца 20 раз подряд, не так сказать, простая задача. Ну каждый раз так хорошо, давайте. И снова включался, ну вот прям вот технически оснащенный очень артист. Я рад, что он у нас снялся в нашем сериале, потому что, ну для меня это попадание прям в десятку. Вообще то, что сейчас это происходит, для меня это какое-то чудо, я до сих пор не могу поверить, ущипните меня, потому что я хотел снимать кино и переходить из театра в этот вид искусства, но я думал, ну, наверное, постепенно я сниму какую-нибудь короткометражку небольшую, малобюджетную. А тут мне предлагают снимать сериал, восемь серий, он все взрывается, летает, два времени, экспедиция, ну в общем, как бы так сразу, если бы я пришел в театр, мне сказали, давайте так войну и мир, в общем, делайте. Такой дебют, наверное, я, ну, мог только мечтать, он осуществился, но опять же, повторюсь, это, ну, это командная работа большого количества профессионалов, больших профессионалов. Водит, приготовились, начали. Расскажу про свою актерскую роль, да? Не сейчас, сядь в машину. Это что, сын, что ли? Я тоже балбес растил. У меня не только дебют в качестве режиссера в кино, но и в качестве актера в кино. Я сыграл маленький эпизод в своем сериале. Режиссер Данила Чащина, среди актера Данила Чащина. Хорошо же, когда режиссер и актер могут найти общий язык. Да, получилось так, что должен был там приехать парень, сниматься его даже уже нашли, но что-то он там заболел, не смог, думали, что делать. Сказали, ну, кого, кого найти? Я говорю, ну, понимаете, ну, такой нужен персонаж, ну, такой лошок нужен, понимаете? Ну, референс, ну, вот он референс, кинул свою фотографию, ну, в качестве шутки. А мне в качестве шутки сказали, ну, вообще подходит, да, прям. Меня начали проводить пробы грима. Гример решил, что я достаточно взрослый для этого героя, и мне надо высветлить брови. Я такой, ну, давай попробуем. И они настолько мне высветлили брови, что я лишился бровей. Ну, то есть их не было видно. И я эти три дня ходил, и все от меня шарахались, потому что думаю, что это, ну, это очень криповый персонаж. В общем, спустя какое-то время я решил мне, давайте мне вернем брови, вот. На следующий день я увидел фотографию, как Ким Кардашнина высветлила брови. После этого все суперзвезды решили тоже нам подражать. Ребята, смотрите, райцентр уже на Иви, потому что все серии уже вышли. Иви молодцы, потому что выкладывают сразу все серии одновременно. я это люблю, и мне это нравится. Иви молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok